Ну и то, что я хотел вам сказать по ошибкам, которые существуют в ближайших личностных отношениях. Самая распространенная ошибка, это к вопросу о границах взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Как я уже сказал, женское тело излучающее. На Востоке восточная традиция признает за женщиной понятие красоты, когда у нее пышные бедра. Вот низ тела он излучающий, и чем пышнее масса этого тела, тем мощнее излучение из этого тела, тем внешность женщины говорит о том, что да, с нее можно много слезнуть чего-то. То есть она ценнее, как источник энергии, источник жизненных сил. У мужчины с излучением не очень-то, у него фигура какая? Усекновленная, бедра узкие, но зато плечи широкие, плечи излучающая зона. У женщин, ну, женщины 90, 60-90, ищет приключения свои вторые 90. Вот такая ситуация. То есть это уже равномерность построения женского тела. Так вот, мужчины, мужчины интуитивно начинают осмотр женщины снизу вверх. Их сначала интересует качество излучения женского организма, и если вдруг они дойдут до головы, то качество излучения ее мозга. Ну, это редко бывает. Но мужской взгляд оценивает женщину обязательно снизу. Обязательно снизу. Воспитанным, невоспитанным. Вы его не переучите. Он смотрит, тем бы полакомиться. У него есть надо, он холодный, вечно. А женщина порадует ее, этот объект ее не порадует. То есть женщина осматривает мужчину обязательно сверху. И то, что ниже пояса, ее не очень сильно обычно волнует. А вот какие глаза, какое выражение лица, мимика и так далее, и так далее, и так далее, весьма-весьма часто. И именно это и волнует. То есть система ценностей разная. Так вот смотрите, ребята. Образовывается, например, союз. Конфетно-букетный период считается благополучно законченным. Один другую охмурил. Она позволила себя охмурить. То, что они говорят нам, что нас любят, ничего не значит. То, что целуют нас, ничего не значит. То, что отдаются нам, ничего не значит. И вы проживете жизнь счастливыми и узнаете правду. Так вот, образовался, предположим, союз. И вдруг в женщине зарождается следующая жизнь. То есть мужчина впихивал, плотный клык высовывал. Сопил с натуги, сплевывал. Плотно трамбовал. Утрамбовал. Количество перешло в качество. В женщине зародилась новая жизнь. Что делает огромное количество данных особей человеческого рода. Начинает заниматься растущей в ней жизнью. Куда уходит одна часть из трехкратного запаса жизненных сил. То есть женщина по внешней энергетике становится похожей на мужчину. Вовне только 200%. Она сразу теряет привлекательность для мужчины. Который привык, что она его кормит. А теперь кормить нечем. Два равных по энергетическому потенциалу человека. У мужчины свои задачи. Он есть хочет. А у женщины есть проблемы. И она ее растит. Причем чем дальше, тем больше и больше обращает внимание на то, что в ней есть еще кто-то. Вы сколько угодно говорите о порядочности. О воспитанности. О необходимости любить зарождающуюся жизнь. Мужчине он, может быть, соглашается с этим делом. Но и кушать хочется всегда. Поэтому, если женщина перестает уделять телесное внимание мужчине, как волка не кормит, он жрать хочет все равно. Он где-нибудь все равно начнет искать, хоть это и не этично, и не воспитанно, и чего-то чем-то, дополнительные источники жизненных сил для себя. Потому что его супруга, например, перестает кормить. А если рождается детеныш и мама целиком и полностью теперь вот в этом вот товарищи, кувыркается, у нее есть кукла, только уже живая, то мужчина зачастую не может понять, во-первых, что в этом может нравиться, потому что это сексуальный конкурент. Он отобрал ту часть энергии, которую раньше доставалось мужчине. Ну, конечно, в надежде на то, что женщина когда-то опять его начнет кормить, он может обращать внимание, что да, вот, глазки. Но это логические эмоции в большинстве с вами. Я не говорю, что отцы не любят своих детей. Но настоящий мужчина, реальный мужчина, начинает замечать своего ребенка только с трехлетнего возраста. Он на поле начинает давать собственную духовную засветку. А до этого времени, до трехлетнего возраста, ребенок это целиком полностью собственность организма матери. Плоть от плоти ее полностью окруженная материнской оболочкой. И, ну, если ребенку удается сожрать, потому что мама ребенка всегда накормит, папу она не кормит, а вот если с ребенком поиграешь, чувствуешь себя хорошо. Потом ребенок заснул, мама с ним посидела, утешила, все здорово, прекрасно, а папа сын не любит. Раз мама папу напрямую не кормит, можно кушать ребенка. Тогда можно ребенка и полюбить. До трехлетнего возраста. Это случай, нам приходится серьезно с этим работать, случай энергетического вампиризма. И между родителями, например, начинаются склоки, начинается, значит, причина я объясню, агрессия взаимная. А вот ребенка папа к себе перетаскивает постоянно, продолжает питаться от мамы, но таким вот способом. И когда ребенка не дают папе, после развода, например, для него это трагедия, потому что источник энергии от него отобрали, и он стремится, папа стремится к встречам со своим ребенком. Если же папа энергоизбыточен, то ребенок бегает в ведении мамы, она его воспитывает, и только когда ребенок проявляется аз есмь, вот я есть и сам, я сам, когда только ребенок говорит я сам, все, вот это уже папина вотчина, воспитывать вот этого самца, или эту самцеху. Девочки тоже бывают такими пацанками, что будьте здрасте, то есть я сам папа. Значит, это папы нормальные мужчины воспринимают. С другой стороны, женщина, рассчитывая на приток положительных эмоций от мужчины, и кормит его, и холит, и лелеет, и выполняет все правила общежития, и секс, и брик, и кекс, и все что угодно, а в ответ тишина, он вчера не вернулся из города. То есть эмоции все раскрачиваются на работе, а домой приходит усталое голодное существо, которое хочет борща и ухойку, а поцеловать. Приходится просто требовать и обучать этого бывшего конфетно-букетного товарища обучать правилам поддержания эмоционального гомеостаза внутри семьи. Ну ты давай эмоции. Твое тело-то для этого предназначено. Не только ж лупить друг друга, там и бревна таскать. Эмоции, конечно, хорошие, но... А с женщиной надо по-другому. Ладно. Редактор субтитров А.Семкин